В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ни одного зараженного за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарое? Перевозка по новым правилам. Для школьников Нижегородской области вводятся единые проездные. В память о погибших испытателях. На новой звоннице возле храма Иова Многострадального повесили колокол-благовестник. Далее расскажем обо всем подробно. Из курортного города Дананг во Вьетнаме эвакуируют 80 тысяч туристов из-за вспышки коронавируса. 25 июля диагноз COVID-19 поставили 57-летнему жителю города. Он не выезжал из страны в течение месяца. Предполагается, что мужчина заразился в одной из городских больниц. 26 июля в городе выявили еще два случая коронавируса. 27 июля еще 11. Власти заявили, что в Дананге обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса. С 28 июля на большей части территории Дананга будет введен карантинный режим. Жителям можно будет выходить из дома только для покупки еды и лекарств, работая на фабрике или в экстренных случаях. Людям будет запрещено собираться на улице более чем подвое и нарушать дистанцию в 2 метра. Вьетнам – одна из самых благополучных стран по коронавирусу в Юго-Восточной Азии. В стране зафиксировано 431 случай коронавируса. 365 пациентов выздоровели. От инфекции никто не умер. Весной Вьетнам сумел остановить вспышку коронавируса благодаря быстрому отслеживанию контактов заболевших, введению карантина на уровне городов и деревень и закрытию границ. В страну до сих пор не пускают иностранцев. В России продолжает снижаться число новых больных. За сутки выявили 5395 случаев заражения. Общее число зараженных – почти 823,5 тысячи. Большая часть – 612 тысяч человек выздоровели. Умерли 13 504 россиянина. В Нижегородской области число новых больных также снижается. За сутки COVID-19 подтвердили у 163 нижегородцев. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – более 23 тысяч человек. Около 3700 человек находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более тысячи лечатся в больницах. За все время эпидемии умерли 374 нижегородца. Выздоровели более 18 тысяч жителей региона. 1 августа отмечается обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Традиционно Свято-Троицкий Серафимодивеевский монастырь принимает тысячи паломников со всех уголков России и зарубежья. В этом году торжества пройдут в режиме ограниченного присутствия гостей и паломников. Несмотря на то, что карантин с села Дивиево снят, угроза заражения сохраняется. Паломников просят воздержаться от поездки на торжества. Просьба в эти дни, поскольку будет трансляция по телевидению и трансляция по радио, кому-то, если нужно остаться дома, вместе с нами пора доставить этот праздник. Палаточный лагерь в селе развертывать не будут. Въезжающие в село должны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах и гостевых домах, если человек пребывает на срок более одних суток. При нахождении на территории монастыря необходимо обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску. Для паломников будет организована трансляция богослужений на экраны, установленной на территории обители. Крестного хода из Сарова и Дивиева также не будет. В Сарове вновь не выявлено ни одного заражения за сутки. По-прежнему за все время эпидемии число больных сохраняется на отметке 889. Растет число выздоровевших. По состоянию на 28 июля их уже 611, плюс 39 за день. Умерли четверо. Из тех, кто продолжает болеть, госпитализировано 40 человек. Из них в КБ номер 50 35. Там один в тяжелом состоянии и 27 в средней степени тяжести. И пять в Приволжском окруженном медицинском центре. Один в тяжелом состоянии. На карантине дома находится 203 человека. Эти люди контактировали с больными COVID-19. За сутки проведено 412 анализов на коронавирус. Дистанционное обучение в школах России вводить не будут. Учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты. Будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, сказал министр. Чиновник уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опытно-работный при проведении единого государственного экзамена. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей. Также он отметил, что пока планируется провести и традиционные линейки 1 сентября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем аккаунте в Инстаграм также сообщил, отвечая на вопросы подписчиков, что власти готовят школы к открытию в стандартном режиме. В регионе идет приемка школ к новому учебному году. Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин добавил, что студенты в университетах также будут учиться очно. Роструд предлагает ужесточить меры по борьбе с нелегальным трудоустройством в России. В федеральной службе рассматривают вариант введения обязательного социального платежа, который будут взимать граждан с 18 лет за исключением официально трудоустроенных, зарегистрированных безработных, студентов, пенсионеров и других льготных категорий. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, поддерживают ли они эту инициативу. Большинство, 70% высказались против. В Сарове до 3 августа сотрудники полиции проводят операцию «Велосипед». Ее цель – снизить количество краж двухколесного транспорта. Правоохранители будут патрулировать дворы и проверять подозрительных лиц, которые передвигаются на велосипедах. Информацию о лицах, причастных к ищению велотранспорта, и тех, кто скупает краденые велосипеды и их комплектующие, нужно сообщать по номеру телефона 60522. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о том, чего ждать пенсионерам в ближайшие несколько лет. По словам специалистов ведомства, в период с 2021 по 2024 год индексация выплат превысит величину инфляции. С 1 января 2021 года пенсию увеличат на 6,3%. С 1 января 2022 на 5,9%. В 2023 и 2024 году индексация составит 5,5 и 5,6% соответственно. Эксперты отмечают, что индексация выше уровня инфляции позволит не только сохранить, но и повысить уровень пенсионных выплат. А текущие расчеты показывают, что такой подход к выплате пенсии в стране сохранится и после 2024 года. Со следующей недели в Сарове откроются две детские дворовые площадки. Одна по адресу улица Куйбышева 5 и вторая на стадионе 16-й школы. Напомним, каждое лето в нашем городе реализуется областной проект «Дворовая практика». Это сеть детских площадок, куда может прийти любой ребенок в возрасте от 7 лет и старше, вне зависимости от того, ходит он в клуб по месту жительства или нет. Вместе с ребятами постоянно находятся сотрудники Центра внешкольной работы, которые организуют игровые программы, спортивные соревнования и другие развлекательные мероприятия. В этом году старт пришлось отложить из-за угрозы коронавируса. В Сарове возобновил работу церковный гуманитарный склад. Он, напомним, находится по адресу улица Пушкина, дом 24А. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пока что склад занимается только выдачей вещей. Одежду и обувь приносить не нужно. Всем посетителям в обязательном порядке необходимо иметь при себе маску и перчатки. За помощью можно обратиться только после предварительного звонка по номеру 8 906 353 46 37. В полиции напоминает о том, что у граждан, которые незаконно хранят оружие, есть возможность сдать его за вознаграждение и избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо обращаться в дежурную часть любого территориального органа внутренних дел по месту жительства. Право на денежное вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют только совершеннолетние граждане. С новоучебного года в Нижегородской области для школьников вводятся новые единые электронные проездные. Они позволят оплачивать проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро по льготным тарифам. Вместо бумажных проездных, привязанных к конкретному маршруту и перевозчику, вводится универсальная транспортная карта школьника. Подробнее о нововведении в следующем репортаже. Новые единые проездные билеты для школьников появятся уже в сентябре. Пользоваться ими смогут дети от 7 до 18 лет. Билеты будут действовать как на пригородных, так и на городских маршрутах. Чтобы получить такой проездной, нужно оформить персональную карту школьника. Сделать это можно на сайте оплаты безналичной системы Ситикарт или в многофункциональном центре. Для школьников возрастом до 14 лет необходимо свидетельство о рождении школьника, паспорт одного из родителей. Для школьников от 14 лет и старше необходим паспорт самого школьника, свидетельство о рождении школьника. Также понадобится СНИЛС, справка из школы. И фотография школьника, если заявление оформляется через сайт оператора, если заявление оформляется в пункте обслуживания пользователей, то сотрудник пункта сфотографирует школьника на месте. Стоимость проездного билета на 20 поездок составит 200 рублей на 40 400 на 60 600. Срок действия – 3 месяца. А для тех, кто пользуется общественным транспортом ежедневно, предусмотрен безлимитный абонемент сроком действия на 1 месяц. Стоимость такого проездного составит 700 рублей. Чтобы начать пользоваться картой, ее необходимо активировать и пополнить. Сделать это можно в любом отделении Почты России или дистанционно через Сбербанк Онлайн или через мобильное приложение Ситикарт. Система оплаты проезда помогает определить, где, когда и в каком транспорте ехал ребенок. Карта также может быть использована в качестве пропуска в учебные заведения и для оплаты школьного питания. Более подробную информацию о карте можно получить по телефону 8 800 222 44 50. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 28 июля отмечается День крещения Руси. Эту памятную дату связывают с событиями 988 года, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь. По всей стране в этот день совершается богослужение. А ровно в полдень из храмов доносится колокольный звон. Святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь 1032 года назад. С того момента она пошла по историческому пути византийского христианства. Это стало толчком для развития государства и интеграции в европейский мир. С 2010 года в России праздник крещения Руси стал не только церковным, но и светским. В полдень по всей стране разлетелся колокольный звон. В честь Дня крещения Руси в каждом храме и монастыре Русской Православной Церкви проводят богослужения и особые молебны. В храме царственных страстотерпцев благовестный звон сыграл сын диакона Максима Константин Макарцев. Юноша обучается этому с малых лет в православной гимназии. Я учусь в православной гимназии. Меня там обучают колокольному звону. Хочу поздравить всех саровчан с праздником крещения Руси. И мне выпала честь позвонить на этот святой праздник в колокола. 12 часов. День крещения Руси имеет символическое значение. Он объединяет славянские народы, которые приняли православную веру. Впервые единовременный перезвон прозвучал в православных храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и Казахстана в 2012 году. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. О колокольном звоне говорят, что это молитва в звуке. В этом случае это слова поминовения об усопших. Саров доставили колокол, отлитый в память о погибших сотрудниках ядерного центра. Трагедия случилась 8 августа прошлого года. На полигоне под Северодвинском во время испытаний погибли 5 сотрудников НЕФ. Несмотря на внушительный вес 43 пуды или 770 килограммов, колокол выглядит не таким уж большим. Его высота всего 106 сантиметров. Диаметр почти метр. Колокол такой массы называют благовестником. Его отлили на московском колокольном заводе в память о погибших испытателях. Сплав использовали классический – оловянистую бронзу. Ее применяли еще наши предки. В этом сплаве медь и олово. Олово где-то 18-20%, меди соответственно 82-80%. Раньше плавили руду, поэтому частота металлов была не такая, как мы можем сейчас позволить себе. После удара языка звук еще долго разносится по округе. Толстые стенки колокола как нельзя кстати подходят к лесной местности. Именно они помогают звуку пробиваться сквозь деревья. Колокол дополнит ансамбль «Звонница храма Иова Многострадального». Художественное оформление колокола соответствует русским церковным традициям. Его изготовление заняло примерно месяц. Это процесс непростой, требуется предварительная подготовка. Сначала делают модель колокола, потом форму, в которую будут заливать нагретый до 1000 градусов металл. По традиции, пока смесь не застыла, в нее бросают свечные агарки из храмов. Считается, что таким образом в колокол заключается молитва. После застывания внешнюю поверхность колокола шлифуют и полируют. Даже сквозь упаковочную пленку видно, что поверхность блестящая. На нижнем ярусе юбки колокола отчеканены имена погибших сотрудников ядерного центра. В средней части изображены лики святых. Чуть выше проступают слова молитвы. Предполагается, что колокол осветят в гдовщину гибели испытателей 8 августа. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова